Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос Фиксович, и наконец-таки вы дождались геймплейный ролик. Сегодня мы пощупаем с вами EFC24, я выскажу свои первые впечатления об этой игре. Я уже отыграл кое-какое количество матчей, дошел уже до 8-го дивизиона. По моему складу, в прошлом видеоролике я вам показал, как он выглядит, я из Фодера все-таки решил собрать себе Мэдисона, ни чуточку не пожалел на ЦП, выглядит очень достойно, 1 плюс 4, ассистики у него прям бомбезные. Также у него есть игровой стиль, он как-то необычно крутит мячи, реальная фишка прикольная. Также, друзья, мне упал Нкунку, успел тоже за него вот восьмерочку отыграть, 8 плюс 3. Выпало мне в паке 85х2, что-то такое, ну слушайте, карточек стоит 90 тысяч. Нунес просто отвал башки, опять же, учитывая, что это практически бесплатная карточка, это просто шок. Так же, как и Ансуфати, посмотрите на эти статы, в начале FIFA, это же прям разъеб. Вот эта девчонка вроде неплохая, она бегает как ракета, у нее также есть вот этот вот талант, ускоряется просто как-то невероятно. В прошлом видеоролике я сидел и думал, ребята, кого же качнуть на позиции центрального защитника, там был Диоп, Зума и какая-то девчонка. Я отбросил абсолютно все варианты и выбрал очень непредсказуемый, сейчас покажу какой. Да, возможно, кто-то скажет глупость, но мне похер, я хочу качнуть Харри Магуайра. Ребята, посмотрите на эти статы. Пейс 61, да, не предел мечтаний, но мы же рофнем. Будет прикольно посмотреть, как Харри Магуайр будет справляться со своей позиции центрального защитника. Блин, тут надо еще матч обязательно выигрывать вместе с ним. Ладно, похер, живем один раз, поехали. На что я подписываюсь, я не знаю, но надеюсь, это будет весело. Let's go, Харри Магуайра. С бронзой, ребята, я еще пока не решил, там много есть интересных вариантов, больше из них недоступно на рынке. Как вы видите, у меня на аккаунте сейчас 500 тысяч монет, я до сих пор не знаю, кого купить, чтобы, так скажем, вложиться и плюсануть себе бэнк-аккаунт. 46 пейс, ё-моё, как же будет больно сегодня. Сразу дадим ему тенечко, вот так вот. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, напомню вам о моих спонсорах, это мои отличные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин, которые вы можете сделать в ставочку. Также не забывайте, что у них есть отличное мобильное приложение, а если вы пройдете верификацию до конца, получите шикарный бонус, фрибет на косарь. Все это добро вы найдете в закрепленном комментарии. А если вам нужна новая EFC, различные подписчики, все это добро вы можете найти по ссылочке в описании. Респект всем, кто купил, и респект всем, кто купит. Так, ну что, первый состав на сегодня, смотрим. Ну, слушайте, неплохо выглядит сквадетский. Пока что я в этой FIFA не проиграл ни один матч. Сильные соперники попадались, ничейки были. Даже был случай, когда я горел со счетом 0-3, но по итогу я выиграл 7-3. Вот такая вот прекрасная игра. Все, полетели, ребята. Первое, что я заметил в этой игре, игроки стали очень какими-то медленными, заторможенными, что ли, называйте это как хотите. Дриблинг L1, R1 больше не работает, теперь вам нужно зажимать L2 плюс R2, как я понял. Пасы стали какими-то имбовыми. Некоторые, допустим, вот навесики хорошо у меня прокатывают. Вы где-то наверняка сейчас видите нарезочку, вот так вот под углом. Я никогда не забивал FIFA 23, а вот в EFC 24 отлично залетают навесики. А лонгшотики залетают, тоже проверил, но под лонгшот у меня будет отдельный видос с особыми персонажами. Ну а так в целом, что, как обычно, в начале сезона я кайфую. Да, все очень странно, непонятно, непривычно, но в этом есть прелесть новой игры. Все учатся, играют. В защите стало, как мне кажется, сложнее играть. Больше рандома, больше каких-то непонятных мячей залетают. Голкиперы больше тупят, а иногда тачат все подряд. Я не понимаю, по какому принципу этот невероятный рандом работает. Ну, собственно, немножко попиздел, высказал какие-то первые впечатления по игре. Давайте теперь поиграем. Пока что в матче ничего не происходит, 11 минут. Каскаринио. Она, кстати, вот про то, что я говорил, она очень быстро ускоряется. Видите, у него ракетка над головой появляется. Прикольная тема, на самом деле. Так, Харри Магуай, ты где, брат? Вот он. Давайте пощупаем эту легенду. Так, побежали, хорошо. Вот, смотрите, как она летит. Просто ракета. Еще и бьет хорошо. Блядь, Мартинес заебал. Так, Мэдисон. Вот, у него, смотрите, особая дуга есть. Сейчас я вам на примере покажу. Допустим, вот Нкунку. Видите? У него какая-то стрелочка такая грустненькая. А у Мэдисона прям какая-то удлиненная, закрученная какая-то. Ладно, давайте попробуем. Продемонстрируем. Вот такой вот удар. На! Нихуя себе, девчонка, уебала! Вы знаете, геймплей чем-то напоминает про Evolution Soccer. Не знаю, нет ли у вас такого ощущения, но как будто игрокам гири на ноги прицепили. Вот этот вот финт с переступами стал менее имбовым. Он какой-то медленный стал, опять же, как и все в этой игре. Опять же, отмечу вот эту вот новую фишку с развитием. Она очень круто помогает в начале FIFA. Как вы видите, у меня тут пол состава на развитии. Плюс больше разнообразия будет непосредственно в самих составах. Я думал, у каждого второго будет ну-нес, но я видел периодически прям непредсказуемых персонажей. Блядь, мы голы забивать будем в этом матче? Ну-нес! Блядь, Мартинес тащит. Пока что у меня от этой FIFA не сильно бомбит. Точнее, пока что ни разу вообще не бомбило. Как-то вот пока что все легко получается. Ебаный брат! Матчи делятся на два типа. Либо ты вот так вот 0-0 потеешь, либо забиваешь все, что летит. У меня вот сегодня матч был. Я с чуваком там 5-5 нахуй сыграл. Теперь вот матчи, где просто нули на табло. У соперника 0 ударов по воротам. Страшно, честно. Прикольно, что вот добавили новые анимации во время паузы. Там болельщиков, тренеров показывают. Кто это такая? Мне кажется, у меня такая женщина в клубе не работает, алё. Ну, какое-никакое разнообразие все это дело имеется. А также кик-оффы я уже проверял. Они работают. Все еще работают, но не так хорошо, как в прошлой части FIFA. Блядь, Магуайр пролетел. Какой же он неповоротливый. Ебать, все, к габеллу, пацаны. Еще первый удар будет. Нет, не будет. О, енотик появляется над вараном. Это тоже какой-то скилл у него. Типа он отбирает мяч и при этом мяч не теряет. Какая-то такая фишка. Давай. Хорошо, ну не ски. Блядь. Ну. Ну. Ну вы это видите. Ну вы это видите. Все, этот матч проклят, пацаны. Я поставил Магуайра, видимо, в состав. И у меня какое-то проклятие пошло. Я не припомню, чтобы у меня до 60-й минуты когда-то 0-0 был счет. Блядь. Рофл какой-то у меня мяч отнимает. Это что, рофл, блядь? Ой. Магуайр пролетел. Магуайр. Нет. Нет. Первый удар. Чуть с первого удара не пропустили. Охуеть. Угловые тут чаще стали залетать. Это тоже я подметил. То есть теперь имеет смысл вешать. Удары головой стали какими-то более точными. Что ли, блядь? Мою девчонку убил Канате. Канате не по-джентльменски это было. Вот эта вот ЛЗшница в целом мне нравится. Отборы у него хорошие. Двигается очень плавно. Охуительно. У него четверочка еще на финтах имеется. Вот так вот продемонстрируем. Единственное, конечно, рост это угар. Ее как будто бы Фейсла, знаете, в каком-то своем режиме уменьшил. И она очень маленькая. Посмотрите, блядь, на фоне остальных пацанов. Она прям выделяется. Ее отпиздили еще. Нет. Блядь, пизда. Магуайр. Магуайр. Пожалуй, блядь. Во втором тайме соперник что-то проснулся. Так, легенды на поле. Арендованный Ривалдо. Арендованный Клюверт. Так, Лэмпти. Лэмпти побежал. Лэмпти. Оп. Давай. Чувствую, пройдет. Хорошо проходит. Стерлинг. Свежеиспеченный. Не такой имбовый, как в прошлой части FIFA, но все еще бегает. Вот такой пас. И Ансу. Блядь, это невозможно нахуй забить. Ни сопернику, ни мне. Просто какая-то хуйня. Микродриблинг. Включаем. Ага. Покрутились. Я в ахуй. Как забивать? Гоу-хо-хо-хо-хо-хо. Ребята, мы это сделали. Господи, как же тяжело было забивать в этом матче конкретно. Не ахуй. 88-я. Все, АГГ. Блядь, какой потный матч выдался. Так. Второй соперник на сегодня. Давайте смотреть, что за сквад. Мартинос опять на воротах. Милитао. Джерард у него. Вот это прикол. Биллинге, Модрич. Вот это состав, так состав у моего соперника. Я в восторге. Так, отбор. Хорошо. Потолкались. Ансу Фати. Оп. Пролетели. Оп. Покрутились. Блядь, а куда давать? Все закрыто. Но мы можем... Блядь. Тихо. Блядь, как тяжело управляется эта моделька, бля. Хотя у него дриблинг там охуенный. Найс. Все-таки раскрутили, накрутили. 1-0. Тут сбиваем на первой же минуте практически. Так, вот такой забросик можно попробовать. Отлично. Нунес. Бля, ебаный Нунес. Какого хрена ты не попадаешь? Магуайр опять куда-то пролетает. Что-то Магуайр пока что меня не впечатляет, ребята. Себался. О, варанчик на нем. Енотик сразу появляется. Что говорит о том, что он имба. И вот такой заброс на Нунеса. Он сможет убежать. Конечно, сможет убежать, ребята. На нахуй. Отлично. Нунес исправился, ребята. Соперник жмет на паузу. Видимо, он понял, что ловить тут нечего. Да. Со своим Стиви Джи и прочими ребятами он решил рейдж-куитнуть. Вот так вот. Так, смотрим на сквад. Алаба, Бруно Фернандо, Жгакпо. Ну. Первая опасная атака. Балдежник на фланге. Угу. Ой, варан хорошо отыграл. Ну, пока что Магуайра я вообще не вижу. Кажется, я сделал хуйню, что качнул его. Опа. Вот так вот. На Нунеса. Блядь. Опа. Мяч у меня. Мяч у меня. О, боже. Мяч у меня. Блядь, не у меня. Или у меня. Все-таки у меня. Все-таки у меня. Блядь, нет, не у меня. Блядь, коровы на льду, ребята. Просто одним словом. Ой, какой пас сейчас может пройти. Отлично. Нунес побежал. Ну, блядь, ты на поясухе должен обходить. В принципе, здесь можно вот так вот ударить и не забить. Нахуй я ударил. Так, блядь, опасная атака. Бежать. Что же будет делать? Нет. Держим. Магуайр. Магуайр. Хорошо, Магуайр. Кто пиздел? Кто в него не верил? Так, сложная катка, ребята. Пока нихуя не получается. Снова ракета. Ракета. Ракета бежит. Ракета. Иоан Суфати. Хорошо, бать, воткнул, блядь. Так воткнул. 1-0. А Ана Суфати на месте. Блин, бесит, что карточки игроков как-то далеко уехали, смотрите. Типа, раньше они ближе как-то отображались. Так, еще одна атака. Дарвин. Дарвин. Дарвин летит. Вот так вот делаем. Ложный замах и удар. Блядь. Странные какие-то мячи залетают. Типа, первый мяч летел очень сильно залетел, второй летел очень слабо тоже залетел. Отлично. Пас. На ракетку финт. Дальше. И на нахуй. Блядь. Анимации просто рофл, ребята. Так, кто у меня лучше всех бьет штрафный? Мэдисон? Ну давай, Мэдисон. Бать, у него дуга прикольная. Сейчас попробуем закрутить красоту. Вот так вот делаем. И на нахуй. Фух. Опасно было. Навесы хорошо летят в этой части. Пипа им говорил. Я вам говорил! Магуай! Еее! Харри Магуайр забивает. Блядь. Отлично. Как же кайфово, ребята. Не зря качал этого гения. Никто не может доиграть со мной матч до конца. Все ливают. Ну что, Магуайр своим невероятным ударом головой приносит нам плюс один апгрейд. Давайте посмотрим. И бам! Скорость плюс семь. Вот это будет машина, ребята. Как же шикарно он выглядит. Я ваху. Бля, у него тут талант есть. Мощная голова. А, кстати, которая сказалась. Длинный пас умеет делать и блокирует. Вау. Блин, как же кайфово первое время играть в новую фифку. Извините, EFC. Прям ты получаешь удовольствие от того, что происходит. Да, многие моменты непонятны, неясны тебе в полной мере. Но ты получаешь прям дикое удовольствие. Это кайфово. Надеюсь, вы кайфуете тоже. Так вот, чувак, Матипа решил качнуть. Ансу Фати, Гравинберг, Нунес. Вау. Нормальный склад. Ну и что это такое? Но при этом мне не засчитали улучшения к Магуайру. Я же ни одного галешника не пропустил. Тут надо именно выиграть. Блин. Я так надеялся, что они исправят эту херню. Что если соперник левает, то вам по умолчанию достается победа. Ну это же было бы логично, блядь. Писит. Так, ну давайте смотреть. Ага, 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 ага. Так, ну вот следующий соперник. Адееми и Ансу Фати. Два суперскоростных чела в атаке. Ага, финн сработал. Мэдисон. Шведой. Ебать, как летело хорошо. Слушайте, Мэдисон прям охуенный. На! Ай, перекладина, ребята. Кто там, девчонка вроде херачила? Мэдисон, ну-ка. Ебать, как это было близко. Не, прикольно, что лонгшотики они оставили плюс-минус на таком же уровне. Так, слушайте, давайте навесим на Магуайра. Я слышал, у него там мощный удар головой. Блядь, какой же мощный удар головой, ребята. Хари Магуая. На нахуй. Бля, навесы просто ебба, пацаны. Пользуйтесь, я вам отвечаю. Столько навесов. Я, мне кажется, за всю игру FIFA 23 не забивал, как вот в EFC. Очень точно, очень сильно летят. Прям флешбеки FIFA 14. Так, Хари Магуайр. Ну, здесь без шансов корпус сейчас поставит. Ебать, посмотрите на эту машину. Вообще не подпускает. Вот так вот прострелим сейчас. Инкунку! На нахуй, блядь, 2-0. Еще один рейджкуит. Всего хорошего. Блядь, ну багов, конечно, в менюшке просто дохера. Посмотрите, я не могу просто далее нажать. Что это такое, блядь? Что мне делать? Сейчас спросите вы, а я вам дам ответ. Вы просто заходите вот сюда, вот награды, и далее снова работает. Так, что у нас дальше? О, чувак Монтиеля вот прокачивает на ПЗ. Ну, прям, видите, разные чувачки попадаются. Магуайр. Отбор. Хорошо, Магуайр. Какой же лучший. Бля, ну прикольно же, согласитесь, когда вы можете прокачать себе уникальную карточку и, по сути, сделать ее своим талисманом. Вот как я сделал сейчас Магуайра. Типа, да, статы у него не, так скажем, имбовые, не метовые, но в этом и рофл, в этом-то и весь кайф, блядь. Так что, опять же, выражаю дикий респект яшникам за вот новую фишку с развитием. Это реально прикольно. Ой, нихуя себе финты крутит какой. Ну, здесь Магуайр снова отбор делает. Так, Магуайр снова. Хоро... Блядь. Это что, это точно Магуайр? Это не сон? Так, снова Магуайр. Снова толка... Блядь. Машина просто. Ебать. Как он прошел. Ну, здесь Магуайр. Магуайр какой великий! Как он догнал его! Ебать, просто. Так, ну, навесы проходят. Поэтому почему бы... Не навесить! Ух! Штанга! Ой. Ой, Магуайр. Блядь. Я в ахуе! Это что за машина? Блядь. Как он бежит? Как его догнать? Магуайр. Магуайр. Хорошо. Найс. Ну, ракета должна улететь. Да, ракета улетит. Ракета улетит. Боллрол. Пас. И нунес! Найс, ребята! Найс! Ролик наверняка получится длинным. Надеюсь, все кайфанут так же, как кайфую. Сейчас я... Магуайр! Нет! Тут по поясу провалился. Подкат! Отлично! Варанище! Подкаты имбовые тоже здесь. Я тоже заметил. Дарвин. На ансу. Забегает кто-нибудь? Ну, забегай. Девчонка. Ага. Корчоуи. Корчоуи. Корчоуевик. Ух, как девчонка Монтеля отпиздила, ебать. Нормально? Блядь. Тут Магуайр. Не даст пройти. Не даст! Блядь, дал. Блядь. Опасно. Опасно! Сука! Пропустили все-таки на 73-е. Так, нужны замены. Кучу замен я сделал. Снова повыпускал там арендованных пацанов. Возможно, сейчас зарешают. Ну! Блядь. Ляу бежит. Сука! Забросик. Чувствую. Чувствую. Хорошо чувствую. Стерлинг бежит. Стерлинг бежит. Стерлинг! Прострел! И! Сука! Мамандаршвили. Манда какая-то на воротах тащит. Давайте последние минуты, ребята. Мы можем. Мы можем. Последние минуты. Навесы же канают. Навесы же. Канают! Последняя атака моя, ребята. Последняя атака моя. Побежал Ансу Фати. Ансу Фати бежит. Блядь. Тут Эй Орнандес. Он тоже быстрый, сука. Похуй. Похуй. Мэдисон! Это ебучий, мамандабада! Ничейка получается. Очень потная игра была. Так, Мэдисон в составе. И АПЛочка. В целом, окей. Глухая оборона. Атака. Мощная атака. Название еще поменяли. Так, Мэдисон. Есть вариант. Вот так вот забросить. Отлично. Заброс прошел. Тут бежит Кункунку. Хорошо бежит, кстати. Прошу заметить. Мяч у меня. Вот так. В одно. И ну не... Блядь! Блядь! Что залетело? Боже мой. Ну, это рофл. Это рофл, ребята. Сколько из отскоков было? Пиздец. Вот больше каких-то рандомных отскоков стало. Это тоже я замечаю. Пока не знаю, радует меня это или нет. Ну, естественно, когда у меня такая хуйня происходит. Это забавно. Если против меня, я бы, конечно, сгорел бы, мне кажется. Так. Магуайр. Хавать. Блядь, пролетел. Сука. Быстренько отыгрался. Один-один. Так, вот и, собственно, потные соперники пошли, ребята. Так. Вот так вот. В одно. И хуя! Найс! 2-1, ребята. Мы в игре. Блядь. Я думал, сейчас будет гол. Угу. Ракетка летит. Прострел. Инкунку! Блядь, скинкунку! Так. Второй тайм. Для меня, может, стартовать не очень, да. 2-2. Блин, такие удары странные, конечно, залетают. Типа новые анимации, новые позиции, из которых бьешь. Прям как-то все по-новому интересно. И пока что без негатива самое главное. Потому что... Опа. Киков. Мог пройти. Такая потная срань, пацаны. Просто жесть. Бать. Соперник еще может еще и вперед выйти. Ай, блядь, реально вышел. 3-2. Кажется, первое поражение сейчас будет. Блядь, я все повторы посмотрел и попраздновал. Но это, мне кажется, заслуживает кик-оффа. Да. Да, ребята. Это кик-офф. На нахуй. Нехуй повторы смотреть. Нехуй радоваться, блядь. Блядь, не расслабляйся, блядь. Кик-офф еще работает, если ты не заметил. Так, Харри Магуайр. Харри Магуайр. Блядь. Пиздец. Что за матч? Я в охуе Незе, честно. Блядь, еще один кик-офф прошел, лол. Что за матчи, блядь? Это пиздец просто. Я в охуе. 4-4. Просто, блядь, 3 гола за 3 игровые минуты. Пиздец. Не-не-не, братан, не пройдет. Он тоже попытался сейчас кик-офф сделать, кстати. Прошу заметить. Чувствую. Балл-рол. Чувствую. Чувствую, блядь. Чувствую. Как тебе такое? Что с ебалом? Так, Магуайр. Попытаюсь на тебя подать. Подача. На нахуй. Ебать. У Клюверта там рога выросли, видели? Это тоже, видимо, талант, с помощью которого можно забивать головой лучше. Блядь, 6-4. Очень достойный соперник. Наверное, самый сильный на сегодня. Так, последняя атака, ребята. Пытаемся быстренько разыграть. Так, в одно. Еще одно. Финт. Прекрасно. И на нахуй. Охуеть. Кто киберспортсмен? Я киберспортсмен. Как стерлинг размотал там всех. И слабой. И рабочей. Ногой уебал девятину. ГГ. У Кунку 3 плюс 1. У Нес 2 плюс 2. Соперники что-то люто разговорные стали в этой части. И все. Каждый мне какую-то херню отписывает в личку после матча. Далее я еще отыграл несколько матчей. Вот этот вот. Мне очень понравился. Посмотрите на статистику ударов. У него 6. У меня 19. Икс-жи 4.9 против 2.6. Но я проиграл 1.3. Все-таки первый луз не заставил себя долго ждать. Чисто фифашный такой матч был, блядь, где Кобель творил что-то невероятное, блядь. 11 ударов, створ и 10 сейвов. Что это такое? Также хочу отметить тот факт, что Магуайр на угловых это реально имба. Вот вы сейчас видите нарезку. Сколько он меня назабивал. Это просто какое-то сумасшествие. Просто вешаешь на него и все залетает. Я просто в восторге. Угловые в этой части фифа реально что-то невероятное. Возможно связывается имбовая связка. Типа Магуайр с отличным ударом головой. И Мэдисон, который невероятные подачи делает. Блядь, не всегда понятно, что именно у тебя в прогрессе там апнулось. Посмотрите, я должен вот так вот вручную сидеть, искать это дерьмо. Как же это бесит, блядь. И награды вы одной кнопкой не забираете. Все равно вы должны заходить в эти вкладки и искать, где именно эти награды. Еще у меня баг случился, ребята, сейчас покажу. Видите, мастерство развития. У меня почему-то на семерке остановилось. Хотя я намного больше матчей играл в развитии. Не знаю, что это за дерьмо. И надеюсь, я не исправлю этот баг. Парки-то получать хочется. Новое менюшка с заданиями мне, честно, не очень нравится. Прям некомфортно, неудобно это выглядит. Не всегда понятно, где искать эти самые награды. Так, ну что, друзья. Надеюсь, все кайфанули. Вот такой вот геймплейный видеоролик у меня получился. Долгий, насыщенный, с эпичными матчами. Какими-то невероятными развязками. Продолжаю качать гения. Я думаю, что к следующему ролику он уже качнется и будет бегать с пейсом 60. А это уровень, ребята. В целом, по составчику все более-менее устраивает. Вот ПЗшник что-то со своей физухой и силой 43 меня не очень впечатляет. Даже у этой мадам силы больше. В целом, наверное, от ПЗшника поменял бы. А так, в целом, еще и ЦП неплохо было бы поменять. Мэдисон более-менее еще устраивает. То есть, он не король там невероятного дефа. Но при этом у него отличные пасы. То есть, он галешник забил, 7 ассистов отдал. То есть, он вывозит именно за счет пасов. У этого Матеуша Нунижа тоже деф не очень хороший. 73 всего лишь. Хотя 2 плюс 1 отдал в центре поля. Ну, относительно неплохо, можно сказать. По атаке мне более-менее все устраивает. Что Фати, что Нунис. Для начала сезона прям идеально. Ну, Инкунку. 16 матчей, 14 плюс 4. На страйкере с своим пейсом 82. Ну, вполне себе приятно чувствуется. Опять же, надеюсь, все кайфанули. Жду от вас лукасы. Если наберем оперативно 10 тысяч лукасов, в следующий геймплейный ролик не ставить себя долго ждать. С вами был я, Пандос FX. А еще пишите свои впечатления касаемо данной игры. Я, опять же, себя хочу сказать, что я дико кайфую. Возможно, потому что у меня еще не так сильно бомбит от этой игры. Возможно, через пару месяцев у меня будет гореть очко и буду базарить по-другому, когда они выпустят какой-нибудь патч и геймплей изменится абсолютно в другую сторону. Но пока кайфуем, кайфуем. Все, друзья. Много пижу, много болтаю. Ролик и так длинный получается. С вами был я, Пандос FX. Всех люблю, целую обнимаю. И чао, какао. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok